Kia Sorento как хорошее вино. С каждой моделью становится только лучше и лучше. И в этом году Kia подарила Sorento новый вид, ну и в целом фокусируется на внешний образ автомобиля. А меня зовут Данила Белоконь, передача Автонез. Поехали! Дизайн Sorento был вдохновлен Kia EV9. Можете обратить внимание на новую систему освещения, которая в Kia называется Star Map, что переводится как звездная карта. Наверное, они имели в виду, что вот эти вот отметки, линии, они напоминают формы, как рисуют эти звездные карты. Мое предположение. Также такой же у нас дизайн есть и в Kia Sportage. Здесь у нас новая решетка радиатора, которая называется Tiger Nose, тигриный нос. Добавили несколько дизайнов диска. И, конечно, у нас обновленная задняя часть, освещение и бампер. Багажное отделение. Хорошие новости то, что семиместный автомобиль у нас идет в стандарте. То есть, вы можете выбирать между пятью, шестью, семиместными автомобилями и у нас не будет никакой экстра стоимости для этого. Как вы видите, у нас семиместный автомобиль. Если у нас поднятый ряд, то здесь будет 179 литров, если опустить 813. Здесь у нас есть у третьего ряда капхолдеры и даже своя климат-контроль система. Отсюда же можно у нас и опускать второй ряд. Раз, два. И 12-вольтный разъем. Из двигателя у нас на выбор есть дизель, гибрид и плагин hybrid. Здесь у нас стоит дизельный двигатель объемом 2,2 литра. Производит это дело 194 лошадиные силы, 8-ступенчатая коробка передач, полный привод. Если мы говорим про плагин hybrid, например, то там у нас 253 лошадиные силы и электрического хода у нас на 55 километров. Мы находимся внутри. Здесь у нас интерьер напоминает как и в EV6 или EV9. Здесь у нас большая мультимедиа, состоящая из двух экранов. Здесь уже ниже пространство для сенсорных кнопок. Как мне нравится, все в одном месте у нас умещено. То есть вот можно управлять климат-контролем, а по нажатию у тебя это уже превращается в контроль громкости, например. У центральной консоли у нас прям очень много места. Здесь интересный дизайн, первый раз такое вижу. Подогрев сидений и вентиляция в форме такого тамблера выполнена. Здесь у нас беспроводная зарядка, очень удобное место, легко доступное. Капхолдеры, очень большой у нас подлокотник. Здесь дополнительный органайзер. В общем, за это плюс такой отдельный. Здесь же у нас на центральной панели коробка передач. Выполнена в ключе такого барабана. То есть это на любителя. И тут же у нас можно режимы езды управлять. Также все очень быстро, удобно. Я когда переключил спортивный режим, то у меня... Ничего себе... Боковая поддержка у меня зафиксировалась. Сейчас еще раз. Ну да, когда вы включаете спортивный режим, вас начинает фиксировать. Первый раз такое вижу. Очень прикольно. Стоит отметить то, что в премиальной версии у нас прям действительно большое количество функций. Например, у нас подогрев вентиляции сидений, плюс массаж, плюс дополнительная подушка для ног. У нас электрический руль и подогрев руля. 360 камера. И что прикольно, можно прямо с экрана ее крутить во все стороны. То есть смотреть по сторонам. У нас есть панорамная крыша, музыкальная система Bose. Кожа у нас Napa. У нас есть также автоматическая парковка. Прямо с ключа заезжать и выезжать. Интересная функция у нас Touch ID. То же самое, как в смартфонах. Есть несколько водителей, то просто можно свой профиль блокировать. Находимся с вами во втором ряду. Здесь у нас есть и такая сеточка на окна, и подогрев сидений, капхолдеры, подстаканник классический, 90 вольтный разъем. Здесь у нас USB-C провод. С этой стороны тоже. Можно регулировать сидение прямо отсюда, переднее. Кстати, заднее сидение у нас тоже регулируется. И ездит, и спинку тоже можно. Если хотите забраться в последний ряд, то это можно сделать очень легко. Здесь одна кнопка есть, либо здесь, да, то есть с двух сторон. Нажимаем и попадаем вовнутрь. С вами выехали покататься. Этот здоровяк у нас разгоняется до сотни почти в 10 секунд он укладывается, а чуть меньше десяти. Но, в принципе, ничего другого и ожидать не стоит. С вами попробуем разгон, когда выйдем уже на дорогу. У нас во все полноприводные версии входят так называемые Drain Mode, да, то есть это возможность выбирать различные режимы. Снег, грязь, песок. Но обратите внимание, то что у нас здесь нет возможности закрывать дифференциал. То есть он будет открытым все время. Есть лепестки, и прямо когда переключаешь их, ты видишь на центральном дэшборде скорость, да, то есть какая переключается. Прямо на весь экран практически. А посмотрим, это касается спортивного режима. В нормальном тоже тогда? В нормальном тоже. Здесь есть функция, так называемая, Safe Exit. То есть, если ты в слепой зоне попал, то есть какой-то объект есть, тебе дверь просто не откроется. Так, чтобы ты там ненароком велосипедиста или кого-то там не сбил. Когда показываешь поворотник, здесь у нас есть камера еще, индикатор слепых зон. И еще, что интересно, у нас есть Head-Up Display. Energy Head-Up Display показывает слепые зоны, то есть прямо там. И невысокому человеку, вот я привык сидеть вот высоко так, Head-Up Display надо опускать пониже. А, ну и конечно же, когда ты нарушаешь, ну как, мы в пределах 10 километров, это не нарушение, но вот мы едем 57, и он начинает сигналить, что здесь 50 надо ехать. Хотя в потоке все едут 60. Но эти европейские стандарты, конечно, новых автомобилях уже выбешивают. Я думаю, что те бренды, которые додумаются сразу на экран поставить, отключать, будут более востребованными. Ну, он все время сигналит нам. Это уже через мере, на мой взгляд. Нашел хорошую новость, то что Head-Up Display можно аджестировать. А вот, да, его можно покрутить. Но все равно, даже в самую низкую опустил мне... Не, ну нормально, нормально. Ладно, это уже придираюсь. Так, а мы с вами попробуем сейчас газ пол нажать. Готовы? Три, два, один. Поехали! Но несется за ель, еле удержать. Не, ну нормально, ладно, для здоровья. Какая машина. Попробуем сейчас... Вот выехали на Виадук. Я попробую сейчас, как он будет вести себя. У нас дождливая погода. Держитесь, оператор. Sorry, sorry. Занесло нас. В принципе, как мне пояснили ребята, то, что здесь зимняя резина стояла. Просто не заметил. Поэтому это и объясняет то, что у нас понесло автомобиль. Но все равно прикольно, конечно. Ну что, в целом, нужно подводить итоги. Мне понравился, как автомобиль обновили, да, то есть обновленный дизайн. Но в целом у меня остались такие очень смешанные чувства. Просто конкретно этот автомобиль не для меня. Да, то есть, ну я не говорю, что он плохой или что-то в этом роде. Все современные функции, красиво выглядит, хорошая управляемость. Просто для меня немножко не тот стиль. А, конечно, выводы делайте сами. С вами был Данил Белоконь. Передача Автонюс. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok